это снова я я сегодня решила опять поснимать свои покатушки я сейчас нахожусь в самом центре бухты дедум хай от трактир москва грани его обратная сторона от гостиницы в которой я когда-то даже жила вот поедем покатаемся телефон на себя рюкзак на два плеча я буду по ходу чем комментировать только сначала надо выехать из этого долбаного дедум хая потому что здесь движение ужасно первым делом нам надо выехать из бухты дедум хай бухта дедум хай это бухта где гора народу и здесь ездить не очень-то весело у меня съемка то идет да и девочки уже поехали по ходу действий буду чем-нибудь комментировать я сегодня хочу из бухты дадун хай съездить в бухту целдун хай вернуться по другой дороге купить картошки домой из картошки грустно ну вот из середины из торгового переулка где всякие кафешки я выезжаю на дорогу и поедем до шуме камера все время куда-то сбивается на бекрень а то сниму потом и будет все криво тетя вот тебе здесь самое место сейчас убирают дороги все время все время вот сколько не едешь вдоль дорог эти уборщицы еще здесь народ чуть по дорогам входит есть же тротуар и где-то называется по тротуару нет она будет переть вдоль дороги смешно что наши русские тоже так уже делают перекрестки перекрестки как я их не люблю вот если я поеду туда там будет моя работа я туда не поеду мне рано вообще мне нужна картошка но мы же не ищем легких путей мы же не можем короткой дорогой поехать на рынок нам надо обязательно проехать километров 8 туда километров 8 обратно заехать бухту салдун хай вернуться по другой дороге в общем скучно мне я просто работала с утра и хочу немножечко развеется немножко доходит чё ты куда ты то ли ты стоишь то ли ты едешь а мы разворачиваемся это все меняет у меня камера из-за тебя сбилась снимает это не надо смотреть поехали можно было загорать чемоданчик сзади и поехали солнышке чуть не очень хочется она же знаете тоже как от солнца блин устаешь я пока не гоню я не вижу смысла здесь ездить быстро потому что перекрестки потому что очень много сегодня кстати не так уж и много если честно машин но перекрестки проехать надо я это дело вообще не знаю честно не очень-то люблю отсюда я начинала движение прошло да конечно я такая еду прям тебя вгоняю тарапыда куда я сюда я очень постараюсь не материться сегодня я снимаю так у нас там запись идет себя проедем пешеходный переход главное чтоб камера снимал пешеходку я спасибо автобусу никак я не проеду пешеходку потому что он перегородил всю дорогу а потом никак накопились как рванули вот вот как можно так вот проехать я же бедненькая же маленькая не лиса петик вы тут все носитесь на своих конях а я нет уж давайте подождем не люблю я это дело давайте перегородите вы мне еще дорогу убиваю нах так пол дороги я проехала я поправим камеру которая как всегда сбилась и продолжим покатушки я уже на своей дороге дорогу к моему дому только я туда щас не поеду я поеду кататься сейчас пробок нет я уже могу себе позволить в принципе ускориться правда мы едем в горку ускориться не получится сейчас хорошо машин мало а когда я еду на работу тут практически каждый день пробки стоят и вот ты едешь как дурачок по обочине ты думаешь да что мне это слово вот как ветер сушился ну в общем суть поездки такова рынок находится на другой дороге но мне ехать туда было через бухту лень потому что там сейчас большое движение а на моей дороге движение маленькое ну че ну вот мы тебе мешаем едем себе да едем нет надо пипикать а на этой дороге движение маленькое поэтому я уеду черт знает куда по этой дороге вернусь потом а по пути заеду на рынок по пути надо и камеру проверять а то я вот так балаболю балаболю а камера выключится сенсор же реагирует на тепло а я-то тепленькая сейчас что-то покажу это дорога в мой квартал круто я туда честно поеду я поеду прям ну что покатушки сейчас будет небольшой мостик люди которые идут идут на парк олень повернул голову он не стыдно признаться мне стыдно признаться я ни разу не была на этом олени ну говорят какие-то кафешечки какие-то смотровые площадочки а по мне вот скорее бы проехать да слышу вижу проехать бы мне этого оленя уже скорее потому что до оленя носятся и таксишки и микрики туристов возят поэтому такое движение а после оленя красотища вот у мостика сюда я тоже как-то ныряла тут жилой квартал с отелями очень красивый но оттуда нет ни выезда никуда ничего это просто спуск как бы к речкам ну вот как я и говорила собственно олень тут мы тормознёмся я поправлю камеру ну и вообще проверю снимаю там или нет на снимаем он автобусы туристические смотровые площадки парк кафешки знаю говорят красиво очень красиво я все это уже по десять раз мимо проезжал по 10 раз смотрела короче пусть турист туда ходит он солнышко такое полечи мой кашель он вот этот вид я обожаю вот здесь красивый вид прямо едешь по дороге и море 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 здесь же тоже площадочка красивая которую я почему-то всегда пролетаю мимо а сегодня я ее не пролечу потому что сегодня я аккуратно и внимательно я на нее заеду только какой-то чудак не буду говорить что хотела сказать загородил мне туда проезд почти но поскольку у меня такой огромный автомобиль я без мыла пролезу где угодно отдыхающий никогда никого ничего не боюсь можно всегда сказать здрасте улыбнуться с той стороны я выехать не смогу поэтому сейчас развернусь и сниму красивый вид на бухту Сяо Думхай Сяо Думхай не очень далеко я как-то хотела там хоть прискупаться или чего-нибудь ну а чё блин там море то купальный кусочек небольшой и велик поставить негде вон я это место уже снимала между прочим круто-круто а сколько стоит там всяких корабликов яхт не знаю видно или нет это все-таки телефончик в мою банке я попробую приблизить ну как-то так ну красиво сюда бы да с банкой пива приезжала не ну надо же здесь и себя любимую снять вот я так в очкусика днем катаюсь здесь у меня заплетены косы потому что все товарищи все жара такая что с распущенным волосом пока еще терплю вечером в ресторане потом не знаю кажется скоро буду в косах работать ну ладно что поехали дальше я периодически прерываю видео потому что боюсь что телефон перегреется и нафиг выключит все съемку ну что поедем опять нема братцы в китай сядут братцы в китай сядут все время сбивается телефон какая-то я кривая сегодня они вот сидят в тенечке кушают разговаривают и я тут со своим лесопетом катаюсь ну собственно все ходибельные места мы посмотрели сейчас выйдем на трассу которую кстати полили только что она сейчас таким приятным запахом мокрого асфальта пахнет что я попала в какой-то момент когда движение большое но вот именно по этой поверхней дороге всегда почему-то машин побольше чем пониже потому что она практически сразу вот выезжаешь из Дадунхай выезжаешь в Сяо Дунхай я сильно быстро здесь ехать не буду ну во первых потому что очкую во вторых потому что с горы а в третьих идут на тракторах своих ездят безостановочно то один то друг один то другой не надо лезть мне навстречу поэтому не очень не люблю эту дорогу я по ней вот уезжаю а потом еду обратно по своей любименькой дорожке ой бедный мой тормоз возмущается говорит ну что ты меня так прижала а как же мне его не прижать если столько машин а я под горку я еду вообще не нажимая газ меня на горке так разгоняет было бы машин мало я бы конечно погоняла бы но еще и дорогу полили она влажная вот смотрите красивое такое живописное только машины поехали так вешаю на себя проверяю что написано короче что написано читайте сами я хрен не узнаю что это написано мне бы перекресток проехать дело в том что здесь ух ты вот он как вот он как придурок тебе в России надо жить вообще-то у них здесь так не принято Сяудунхай это тихая милая бухта где все живут очень тихо здесь здесь даже не столько туристический район сколько туристические спальни здесь все тихо здесь хорошо здесь никто не допустил бы открытия ресторана по типу ресторан СССР чтоб кто-то шумел танцевал чтобы белые розы доседая ночь до черные глаза тут люди заплатили за комфортный отдых сходили на море поели в ресторане не то что мы русские вот вчера работаю в ресторане а тоска такая что народ вообще вы с друзьями посидели и я вчера была без руля мы даже выпили мне всегда хорошо когда у меня друзья приезжают я позволяю себе даже иногда пешком на работу сходить ну и вот друзья ушли я сижу думаю да ладно, никто не танцует сейчас домой пойду полдесятого является толпа здрасте приехали откуда они взялись черт вас принес полдесятого я проверяю запись идет или нет а то я иногда прижимаю не знаю уж чем грудями видать вот мы едем по бухте Сяладенхай шибко я никуда вглубь не езжу потому что я если честно тут ни хрена не знаю я еду с одной дороги вдоль моря и по ней же выезжаю на другую дорогу тут совесть уже имей это велосипедная дорожка а ты здесь встал а ты разворачиваешься ну конечно ну конечно я там маленькая обязательно надо было мне на дороге встать да ладно здесь они хоть уважительно к велосипедистам относятся я как вспомню как я в прошлом году на самокате в России ездила вообще водителям охрен в чем ты едешь как ты едешь никто тебе дорогу не уступит вот и ездила по тротуарам ну а что делать пешеходы вежливые такой ветер боковой мне аж заносит сейчас еще по-моему если не ошибаюсь один перекресток я кстати еду вдоль моря это вот отели там море красиво надо куда-нибудь свернуть море показать и легко вообще красивая конечно бухта но здесь я говорю и вот такое ощущение что вымерли все вымерло все люди ау где вы вот сейчас все машины куда-то уехали позаехали домой и все я еду одна в пустынной дороге о мужик с мотоциклом скажет сумасшедшая едет сама с собой разговаривает а я не с собой я с вами даже целый день одна Не, надо с кем-нибудь поговорить. А кто у меня самый лучший собеседник? Я, кстати, даже не гоняла еще, я еду очень медленно сегодня. Мне что-то так захотелось просто прокатиться, да и попу, если честно, бедную мою, уже жалко. Если все время гонять, гонять, точно, поеду куда-нибудь, подъеду. В какой-нибудь уголок. Пока, хорошая дорога. Что-то они тут выложили на пол. С чемоданами сидят в телефонах. О, сейчас сниму. Красивое место. И удачно я приехала. Очень удачно. Здесь идет фотосессия невест. А фотосессия свадебная, как известно, проводится задолго до свадьбы. В течение года молодожены наряжаются, фотографируются, шлют все это родителям. И только после этого будет свадьба. Ветер очень сильный. Я лучше поснимаю, болтать не буду. Работают сразу фотографы с несколькими парами. Она, она с доской для серфинга. Куда же ты поплывешь-то на этой доске? В свадебном платье. Старательные все-таки. Ой, а там тоже. Тут весь берег свадьбы. Все, все, все. Платье. Не буду рассказывать, что я вижу, если приближаюсь к этим платьям поближе. Но ладно, расскажу вам. Они все из прокатов. Они старые, трясающие. Иногда даже драные. Вот что меня прикалывает. Вот еще одна пара этих белые. Замучили вас фотографы. Hello? Hello. Мой любимый кашель. Я уже что-то за две недели к нему привыкнула. Вот там тоже красиво. Весь берег, весь берег. А здесь, кстати, море такое некрасивое все у Думхая. Здесь самый красивый пляж вот там, где-то на той стороне. А с этой стороны, в принципе, и отдыхающих-то нет. И не купается ни кем. Какие-то водоросли тут. Ну, короче, я купаюсь до Думха, и мне и там хорошо. А я и думаю, что у них за чемодан разложено. Это они здесь переодеваются. Блин, так не хочется песок в босоножке. Песок тут мелкий такой. Стоит моя лапочка, ждет меня. Поедем выбираться на другую дорогу. Кто-то ж сегодня дал себе слово купить картошки вообще-то. Без картошки-то грустно дома. Я уже два дня на гречке. Я на гречке. Если бы это услышали местные, кто здесь живет, меня порвали бы. Не-не-не. Не за то, что я на гречке, а за то, что гречки нет ни у кого. А у меня гречка есть. Мне привезли. Ну что ж, камера включена. Обозревайте еще раз красивый вид. Я поехала. Надо же выезжать уже на обездную дорогу. Там дорога длинная. Мы приехали все в Думхай по короткой, а сейчас поедем по длинной. Стоят, все стоят открытые, с кофрами, с чемоданами. Приехали фотографироваться. Жених и невесты. Замуж, что ли, сходить ненадолго? Ну, хоть пофотографироваться бы, что ли. Шучу. Ой, как хорошо. Дорога пустая. Вот это уже дальний такой удобный Саудон-Хай. Движения практически нет. Хотя я, конечно, немножко все-таки очкую на перекрестках. Ну, как очкую? Они-то сразу едут. А я смотрю по сторонам. Вот и все, собственно. Не очковать, я тут привыкла уже давно. Полетаем? Ой, красота. Еще глюков не было. На дороге. Едем, 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 едем. Нам надо выйти на дальнюю дорогу и продолжить катушки. Все равно же, ну, скажите же, клево. Солнышко светит. Море теплое. Я в чужой стране гоняю на велике. Большая трасса. Поправим камеру и поедем. Тут, в принципе, вот этот кусочек. Там немножечко надо быть внимательной. Только на перекрестках. А так можно летать. Я, по-моему, уже его снимала. Тут свеженькая дорога. Офигенная. Просто офигенная. Вот она, моя любимочка. И здесь, наконец-то, кузлата. Потому что в кузлата есть тенек. Вот, посмотрите, как все убирают. Чуть-чуть нападает листик. Все, бегу, бегу, бегу. Все, убрали. Вот сколько будем ехать. Ради интереса можно посмотреть, сколько будет этих уборочных теток на своих мотоциклах. Кайф, товарищи, кайф. Здесь я не поняла, а на этой дальней дороге еще только все огорожено. Еще только будут строиться новые отели. Я сегодня хотела съездить в одно место. Мне сказали, там очень красиво. Но там военная база. Там, говорят, очень красивый пляж. И, естественно, меня туда не пустили. И да, надо карточку у отеля, если ты там живешь в той зоне. Или, я так понимаю, военное удостоверение. Кто мне его даст. Вот сегодня что-то притормаживаю на перекрестках аккуратненько и все. А так гоняю. Сейчас даже автобусов нет. Автобусы здесь, конечно, мерзопакостные. Я думала, вы тоже, как я, сами с собой. Не, ладно, когда они сами с собой. А когда вот такая падла впереди тебя едет и разговаривает, ты не понимаешь, с кем, а он в телефоне. Ну, следующая уборочка. Улочку полили. Вообще. Тетка, метлу не выставляй, пожалуйста. Видишь, тут ручка я гоняет. Молодец. Если у меня батарейку прокатала, ночью буду опять заряжаться. Мне, в принципе, если я езжу только на работу и домой, мне хватает батарей на 3-4 дня. Ух ты! Листики прям по голове. Пропустим. Ну и... И... Лево-право. Да я просто остановилась. Могла бы уже проехать домой. Так. Гонять хочу. Надо выехать с Сауденхая, и там уже можно было погонять. Ну же, выезжаем. Я вот чувствовала, что она тупит. Чувствовала я. То она думала на перекрестке, теперь она встала посередине. Сейчас поедет. Морда. Реально постояла, подумала и едет. Вот ты тормоз! Бабулька, пристроимся за ним. Ну вот, собственно, то, ради чего я делала такой большой круг. Сейчас мы выйдем напрямую. На которой можно погонять. Еще один перекресточек проедут на всякие пожарные с торможением. Они, конечно, едут, они не тормозят. Ну, знаете, я так не умею. О, летящий автобус. Вот так у нас здесь ездят автобусы, представляете? Это он еще в горочку разгоняется. А вообще я стараюсь куда-нибудь на обочину уйти, когда слышат, что меня сзади автобус догоняет. Они реально бешеные тут. Такое ощущение, что ему между остановками надо все успеть. Рабочие что-то тянут. Вот это место я люблю. Никаких перекрестков. Ничего. Еду, кстати, на полной кашиточке. Не знаю, как это ощутимо на видео. Но идет ли вообще. Сейчас остановимся, посмотрим. Просто в горку иду, поэтому, естественно, скорость, наверное, не 40 км в час. Все, посмотрим. Нормально идет. Ну, тогда рванули. А вообще, да, когда я полную скорость даю, у меня практически 40 км в час. Сейчас в горочку пройдем. Камеру поправить бы. Камера съезжает на бок все время. Ну, это нормально. А, хорошая горочка. Сейчас мы поедем вниз. Полетелись. Перекрестков нет. Ничего нет. Только есть единственное. Как всегда, не помню, где вот оно. Плохое место. Как всегда, на этом плохом месте у меня, естественно, скопнула камера. Поэтому с горочки мы сейчас поедем с нового кадра. С ощущением полета. Все бы ничего. Но ветер такой теплый, что от жары не спасает даже при езде. Ну, что он там впереди думает. Мы въезжаем вот тут на Дангкай. Впереди меня какой-то тормоз. И что, это хочет сказать, что я таким темпом буду ехать? А, вот так вот он ехал. Ехал и думаю, поверну и он туда. Мой любимый Дангкай. Вот это литер Амарино. Я понимаю, что они это делают, чтобы мы сильно не разгонялись. Чем-то сильно немного. Еще поедем на рынок. Надо же не забыть, ради чего была вся эта поездка. Ради картошки. Не-не-не-не, я не матерюсь. Так, чуть-чуть про себя. А, красота. Камера как проедет. А на ходу это делать ужасно неудобно. Чем мы притормознем? Просто велик маленький, его все время надо держать. Двумя руками лучше. Волос снимает хорошо. Поехали дальше. Картошка муравьева. Картошка. У тебя нет картошки. Здесь широченную трассу. Дома, которые я снимала в темноте. Которые красиво светятся. Мотели все-таки, конечно, я притормаживаю, потому что все не предсказано. Метрищи такое у меня, наверное, вообще не слышно. О, тенечек. Все, уже старые дома. Чайно-тауновские слосят потихоньку. Скоро, однако, здесь будут большие красивые отели. Зная темпы китайцев, думаю, что это будет очень скоро. Зная темпы китайцев. Триумбатон. Зачем так много лежачих полицейских? Какая дорога хорошая? Просто здесь полиция? Или военная часть? Или то и то. Даже, честно говоря, разговаривать уже не хочется. Судя здесь активность какая-то в этом районе. Подъезжаем к моему Чайно-тауну. Поедем на рынок. Мой любимый квартал. Я там живу. А рынок с другой стороны. А я забыла похвастаться. Я вчера так что-то загрустила, заскучала. И решила все-таки перекопать пол интернета. Ну как-то же можно ходить в YouTube. Сейчас камеру проверю. Ходить в YouTube из Китая. Ну не только с телефона, имеется в виду именно с ноутбука. Ну это же грустно все время сидеть в телефоне. Все новости в телефоне. Все фильмы в телефоне. Вот. И я. Нашла программочку. Кстати, кому будет интересно, не вопрос, могу отправить. Я не тороплюсь сейчас, потому что впереди автобус. Он сейчас быстро улетит. Короче. Ее даже не надо устанавливать. Это такой патчик. Открываешь. А, мне вообще не надо где автобус. Не надо на рынок. Открываешь. И включаешь. Это VPN. Ты заходишь хоть в YouTube, хоть в WhatsApp с телефона. Что угодно. Так, сейчас я буду пристегивать свой лесопед. Что-то меня с камерой снимает. И мы пойдем за гордожгой. Это мой ключ. И не надо так смотреть. Подумаешь, русская. Так, телефон перевернулся, потому что я пристегиваюсь. А это мой рынок. Ну, ближний самый ко мне. Здесь чисто, аккуратно. На городском рынке ванища, тухлядиной, рыбой. А здесь хорошо. Что мне надо? Мне надо все в одном месяце. И я. Лук у меня есть. А вот пару помидоров я возьму. Спасибо. Мне помогает. Еще картошку. Еще, еще, еще. Ты что думаешь, меня накормишь этой картошкой? Надо больше. Помидоры. Картошка. По-моему, у меня кончается петрушка. Все. Здесь все. Сыклай. Четыре я, я понимаю. Сыклай. А, сыклай. Десять. Дорого. У них четыре сы. Десять сы. Какой этот. Что я еще хотела? У меня есть лук. Может, мне взять маленький кусочек мяска. Изготовить. И да. Я хочу маленький, где мы. Много жира. Много жира. Сыклай. Годоси. Жирок в нее берет. Главное, чтобы мне деньги хотели. У меня не так много денег. Та. Окей. Окей. О, я его не завязала. Сейчас мы это мясо поломаем. Ну и за один юан сейчас возьмем чесночок. Лук у меня еще есть. Купим дезинаком. И можем пожарить маленький кусочек мяска. Что мне надо? Вот это. Ой, я вот деколь. Что мне полье? Они еще дадут дать. Ти-ци. Ну и у меня... Я еще не брала с собой много денег. Я знала, что на овощи много не надо. У меня еще на банку пива осталось. Сейчас мы ее купим. Надо, наверное, как раз перезагрузить камеру. Сейчас отстегнем велик. Неудобно с камерой. Не очень удобно. Скажем так. Вот что не открыли ворота? Иногда ворота открыты, иногда закрыты. Когда открыты, я заезжаю. Нет, можно заехать с другой стороны, но не было лень. Пристегнем мой ключ и поедем дальше. И поедем. Я в двух шагах от дома. Можно еще заехать в супермаркет, купить банку пива. И устроить себе маленький обед. Муравейник. Любимый мой муравейник. Сейчас начнется. Хаотическое движение. Здесь-то хорошо на трассе. Спокойно. Ой, а у нас там... Ну, как это сейчас сиеста? Спят многие. Как ты так вот встала-то и длинный перекрест. И машина на перекрестке. Ой, горяшка. Вот они молодцы, длина. Как хотят так ездить. А я так не могу. Должны же какие-то правила существовать. Минимальные. Батон. Не сказать бы, что лишнего. Я не могу. Ты сюда. Я не могу. Ты сюда. Я не могу. Я. Я. пожаре мяско и заделаю песню не шуча работать но мозги тоже надо выветривать потому что когда они перестают соображать мама так учила водить что ли ту блеску по дрова спасибо ребята хорошо хотела сюда заехать мой пакет нажал на гудок парень как ты вовремя пошли купим на 3 юаня банку пива чего-нибудь валяться так никто не украдет мою картошку нам недорога я ради нее ездила где одна баночка не одну надо ты найдешь все упаковками стоит а я хочу одну банку мне ключ в руке мы сейчас хочу сделать надорвем упаковочку и вытащим себе одну баночку никто не заботится о бедных покупателях кто не вытаскивает баночку и он снимает так висит моя картошечка на моем автомобиле домой не знаю нафига я это снимаю интересно это кому-нибудь смотреть вообще или не интересно наверное для себя буду в старости сидеть пересматривать и думаю нифига себе рискованная была по китаю на мини-велики вносилась со скоростью почти 40 км в час как же проехать да надо проезжать потому что сейчас поедет грузовик и загородит нафиг всю дорогу лучше если первая проеду я камера сберет на бок домой 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 это лежачие полицейские доели как чертят один был там другой здесь ну что мать в горку и домой песню доделаем не успешно клянуться уже надо голову мыть на работу собираться придумывать что одевать хочу одевать трусики и бусики такую жару ой блин наши горки а как вы думали сейчас еще и ножки подтолкнем вот такое путешествие совершила если посчитать сколько я сегодня проехал вот я после моего дома надеюсь всем понравилось а я принесла домой картошку буду жарить мясо с луком пока все Продолжение следует...